Как театр начинается с вешалки, так поликлиника с регистратуры. Раньше тут были очереди, теперь их практически нет. Со временем по опыту работы Москвы и Питера надобность в регистратуре практически отпадет. Записаться к врачу уже сейчас можно тремя альтернативными способами. Первый – это колл-центр, вновь открытый. Вторая – через информационный центр, личный кабинет. И третье – вот это устройство под названием информация. То есть с помощью этого устройства пациент может записаться к врачу-специалисту. В настоящее время в Борской поликлинике реализуются семь проектов, включая оптимизацию работы процедурного кабинета, врача-терапевта, регистратуры. С их внедрением врачи освободили от бумажной волокиты. Введение медицинской документации теперь и на плечах медсестер. На выходе – экономия сил и времени пациентов. Доктора говорят – такого больше нет нигде. В настоящее время я могу больше внимания уделять пациенту. То есть больше внимания именно нам, на завжалобам. Больше могу им рассказать, какие препараты принимать надо, в какое время принимать препараты надо. Потому что раньше больше как-то времени уходило на бумагу. Все вот это заполнить, оформить, подписать. Сейчас действительно им больше внимания получается уделить. И за счет того, что компьютер поставили, мне намного удобнее. Не мои, так сказать, почерк у меня плохой. Не мои каракули они разбирают, а я им печатаю, и они все прекрасно понимают. Ну, смотрите, стандартный набор. Кушеточка, стол с компьютером, шкаф, тумбочка. Во всех кабинетах все одинаково. Мебель была вообще такая разбитая, что трудно было требовать качества обслуживания, когда-то, выглядишь, шкаф там посыпется из него содержимое. Сейчас требуем так, чтобы порядок был на столе, так, чтобы пациент обслуживался. Главный врач Борской ЦРБ Александр Смирнов старается вникать в каждую деталь. Из мелочей складывается общая картина. Главврач рассказывает, жажда перемен была всегда, а вот системного подхода не существовало. Помог федеральный проект с говорящим названием «Бережливая поликлиника». На сегодняшний день наш Минздрав задачу ставит, что основное в переходе на систему организации новую модель поликлинического обслуживания – это работа с персоналом. То есть персонал должен грамотно работать. Стоит отметить, что поликлиника обновляется не только внутри, но и снаружи. Пока поменяли только вывеску, но то ли еще будет. Вы видите, сделали мы надпись. И ощущение от самого учреждения меняется. Мы планируем сделать все в таком виде, сменить вывески, изменить вообще систему входа в поликлинику. Мы планируем тамбур оттуда убрать. Модернизация продолжается. Реализация программы «Бережливая поликлиника» должна повысить доброжелательные отношения к пациенту, поспособствовать полному исчезновению очередей за счет правильной организации работы и в целом качественному и быстрому оказанию медпомощи. Татьяна Морозова, Игорь Никитаев, телевидение «Левый берег», специально для «Время новостей».